Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. Наконец-то мы с семьей после практически недельного нашего тура по Малайзии вернулись домой в Индонезию, на остров Бали. И сейчас вы видите меня на моем рабочем месте в своем кабинете. Прежде чем приступить к будням рабочим, я решил вместе с вами пообщаться неформальным таким образом и поделиться некоторыми впечатлениями, которые остались у нас от нашей поездки. И, точнее говоря, у меня, потому что у детей у моих, у жены свои впечатления. Я некоторые пункты выписал себе в блокнот и какие-то мысли озвучу сейчас. Наше общение будет не продолжительным, а для того, чтобы нам с вами было интересно, вот так вот я решил пообщаться. И поближе мы с вами таким образом познакомимся также. Первое, что я хочу отметить, меня удивило в очередной раз, насколько красивое небо. Облака, в частности, когда вы смотрите на них с высоты полета самолета. Одно дело, когда вы снизу смотрите на облака, и совсем другое дело, когда сверху. У меня ассоциации были с Алисой в стране чудес, когда она в зазеркалье попадает. Или еще можно сравнить одно дело, когда вы смотрите на кромпку воды сверху, и совсем другое дело, когда вы ныряете и снизу уже из-под воды смотрите на ее поверхность, как солнце отражается в волнах. Абсолютно другое восприятие. Вот то же самое, наверное, с облаками. Необыкновенно красивые острова, когда вы пролетаете здесь по Азии. Рисовые поля, плантации различные. Это просто очень много стоит. Рощи пальмовые. Это нужно одним словом видеть. Так что небо меня удивило в очередной раз. Что еще меня очень-очень удивило и продолжает удивлять, и я думаю, что будет постоянно меня это удивлять, поражать, как-то изменять мой образ мышления, это люди. Настолько разные люди. Настолько красивые, непохожие друг на друга. Здесь в Азии много разных национальностей. Людей с разным оттенком кожи, с разным разрезом глаз, с разным строением. И есть смешанные, как называют их, мулаты, или еще как-то, ну, полукровки, можно так сказать. Очень такие интересные люди. Очень все доброжелательные, красивые. И таких людей я нигде не встречал. Я настолько радуюсь, что мои дети общаются с разными людьми, видят разные культуры, разные национальности. В такой разной одежде ходят люди. Мужчины ходят в длинных балдахинах, специальные шапочки, у кого-то квадратные, у кого-то какие-то чепчики с кисточками, кто-то ходит с бородами определенные. Мы были когда в Куалавампуре, увидели прям, мужчины идут такой большой группой, у всех бороды, рыжие волосы, сами они темного цвета кожа у мужчин, а бороды у всех рыжие такие, у всех белые такие, балдахины красивые. Очень здорово обращать внимание на то, какие мы прекрасные все люди на нашей чудесной планете. Еще я обратил внимание на то, что везде говорят свободно на английском языке. Абсолютно везде, абсолютно в любом месте вы можете подойти и с вами прекрасно объясняться на английском языке. Парковщики, продавцы, менеджеры, обслуживающий персонал в отелях, не говоря уже за персонал в самолетах, все стюарды, стюардессы. Не знаю, я не встречал все в какой-то ситуации, чтобы не было знания на английском языке. Таксисты, не знаю, везде, везде, все-все говорят на английском языке. Это просто очень удобно, очень здорово. Еще один такой нюанс, мы когда путешествовали несколько раз, у нас спрашивали, откуда мы, и не спрашивают сразу, откуда вы, а как правило говорят, «Ай, у фром Джерман? Вы из Германии?» или «Ай, у фром Франции?» «Вы из Франции?» И никто ни разу не спросил, что мы из России. То есть все воспринимают, и троих детей наших, и нас с женой. Никто еще не сказал, что мы из России. Мы встречали пару раз русскоязычных. Один раз мы столкнулись в лифте с девушкой и мамой русскоязычными. Не знаю, из России они были или нет. И еще один раз в самолете, когда уже обратно летели из Куала-Лумпура в Ден-Пасар, тоже была русскоязычная семья. Из Казахстана, правда, не из России. А так русскоязычных, да, очень мало. Много немцев, французов, видимо, поэтому так и спрашивают. Что еще меня удивило в нашу поездку в Малайзию, это инфраструктура. Вот мы были на острове Пенанг, мы пожили 3 дня или 4 дня, и 3 дня пожили в Куала-Лумпуре. Настолько все продумано, настолько все сделано для людей. Дороги, транспорт, кафе, рестораны, гостиницы, отели. Настолько все четко, настолько прекрасный. Сервис – это просто чудо. Порекомендовали, каким образом удобнее, дешевле, быстрее, качественнее заказывать такси, когда мы в Пенанге заселились в отель. Рассказали девушку, она увидела, мы вышли из отеля, мы заселились, когда после душа, ну, решили выйти по острову погулять. Вышли из отеля, и думаем, неплохо было бы перекусить. Смотрим направо, налево, в какое кафе выйти. А она находится еще в вестибюле. Она выходит и говорит, вам давайте что-то, может быть, помочь, подсказать, что вы хотите, куда-то пойти, покушать, мы говорим, да, мы бы хотели где-то в кафе перекусить. Пойдемте, я вам покажу. Завела обратно в вестибюль, достала карту, показала крестиком, ручкой нарисовала, где мы находимся на острове, рассказала, в какую сторону кафе, рассказала, где местную еду можно покушать, где европейскую. Рассказала, что можно посмотреть, рассказала, куда с детьми проехать, на детские площадки, на красивую набережную. То есть настолько все предугадывают, стараются предугадать любую вашу потребность, любое ваше желание и максимально услужить. Просто слов нет. И когда мы ездили, обратил я внимание на качество дорог, потому что в России я постоянно за рулем был. И здесь тоже настолько все четко, настолько все дороги прекрасны. Я думаю, что отчасти из-за того, что многие ездят на байках, на мотоциклах, для того, чтобы не было выбоин, потому что выбоины для машины и для байка это может повлечь за собой разные последствия. Кристально прям стеклянные дороги, вот так вот скажем, идеальные. Пока мы ехали с острова Пинанг в Куала-Лумпур, мы в прошлый раз самолетом полетели, а в этот раз решили посмотреть, нам сказали, всего 4 часа ехать. То есть самолетом лететь час, но с учетом того, что нужно за 2 часа приехать на регистрацию, чтобы на рейс, потом в прошлый раз у нас отложили на час рейс, потом все вот эти вот процедуры, и так выходит так на так приблизительно, что на самолете полететь может чуть быстрее. И мы решили на автобусе в этот раз поехать. Почему? Потому что остров Пинанг и материк связывает 13,5 метров мост продолжительностью. И вот мы по этому мосту проехали, тоже смотрели, считайте, что вот мост, и справа и слева от вас океан. Острова там видны, настолько все интересно. И когда мы ехали уже по материковой части, я обратил внимание, сколько различных фабрик. Фабрика Тошиба, где изготавливают ноутбуки, компьютеры, фабрика Сан-Диск, где изготавливают флешки, вот эти все компакт-диски. И настолько все эти заводы, автомобили какие, Тойоты тут очень распространены. Потом для Малайзии она сама выпускает автомобили для себя. Вот нас таксист подвозил тоже на автомобиле, очень мне понравилась марка, я не помню, как он ее назвал. Не про тон, как-то по-другому, такая интересная тоже. Очень все четко, столько, я вот подумал, сколько Азия представляет миру электроники, автомобилей. Какая инфраструктура, мы когда в Куалампух заехали, это такой огромный город, столько небоскребов, настолько все четко, современно, в банке мы заходили, нужно было нам сделать банковскую операцию. Такое обслуживание, это огромный-огромный мегаполис с развязками, с туннелями, метро наземное. Мы были, останавливались в отеле на золотом треугольнике, это называется так, там три дороги соединяются. Тоже очень чудесное место, то есть впечатление просто супер. И несмотря на всю вот эту вот красоту, несмотря на это богатство, реально тут такие автомобили, такие здания, вот чувствуется, сколько денег у людей. Азия очень богатая страна, очень колоритная. Встречаются люди очень бедные. Мы увидели бомжики прям лежат на полу, ну, благо тут тепло, возле дорогущих отелей, вот на золотом треугольнике, Golden Triangle, там вот лежат люди прям на полу, и так все вполне естественно, улыбаются такие радостные. Еще какой нюанс, я обратил внимание, даже здесь, на острове Бали, многие женщины работают в поле, на рисовых полях, перетаскивают тяжести, у них на голове принято какие-то предметы переносить. И они радостные всегда, довольные, счастливые, улыбчивые. Стоит с ними только глазами встретиться, сразу лицо расплывается в улыбке. И так довольное лицо. А увиделся, они настолько открыты к миру, с таким радужием принимают каждого человека. Я очень рад, что Создатель дал мне эту возможность всю семью свою сейчас вывести и поместить в такие обстоятельства, чтобы дети впитывали эту культуру многообразия, красоты этого мира. Не только внешность, вот пальмы такие красивые, поля, цветы, растения, но и, что самое главное, колорит людей, отношение к другим людям, вот это вот приятное взаимодействие, улыбки, это многого стоит. Это очень многого стоит. Ну и в заключении уже хочу несколько моментов еще отметить. Первое. Очень много людей подходили к нам фотографироваться с нашими людьми, детьми. Многие даже подходили, вот так вот трогают их за щелочки, вот так вот, пацанов моих, вот так вот целуют их, прям вот такое впечатление, как будто для них это, я не знаю, что это не планетяне какие-то особые, эксклюзивные. И еще один нюанс, я буду заканчивать это видео. Я хочу делиться своими впечатлениями и своим образом мышления. Для этого я создал дополнительный канал, который я называл Александр Фефелов Life. И в этом канале я говорю об образе мышления, который приводит нас к достижению определенных успехов и результатов жизни. Потому что то, чего вы сейчас достигли, зависит только от того, что у вас внутри, от ваших мыслей, от ваших, от того, насколько вы правильно понимаете и исполняете законы, данные Творцом, и от того, какие вы цели, приоритеты, ценности ставите в своей жизни. Если хотите ближе познакомиться с моим образом мышления, подписывайтесь на второй канал. Всего доброго, спасибо, что посмотрели это видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok